Есть ощущение, что какой-то общий кризис надвигается и какие-то ощущения непокоя, конечно, присутствуют. Но я думаю, что вообще-то об этом многие и говорили, и говорят, и это очевидно, что все, что было устроено на Ближнем Востоке в течение последних 10 лет, и о чем, кстати, много раз в России говорили и политики российские, да и журналисты, и лидеры страны, о том, что это все непременно приведет к каким-то, что это бумеранг, который не остановится. И вот мне кажется, вот это и происходит. То есть вот это становится реальностью. Вот это вот на протяжении последнего десятка лет уничтожили Ближний Восток. Потом, ну, я могу представить себе, сколько людей там погибло. Плюс к этому, какое еще оскорбление нанесли арабам. Ну, ведь это же люди, они любят свою родину. Ну, наверное, там очень много людей, которые просто уже в отчаянии от того, что видят, разрушили все там. Ну, понятно, что возникают, естественно, из этих людей довольно несложно найти, так сказать, людей там отчаянных, совершенно отчаявшихся, готовых мстить, готовых там что угодно. Это настолько разрушена вся государственность. Ну, вообще, что говорить-то? Мы уже много раз говорили, но есть конкретные авторы этого. Это, конечно, страны НАТО, которые разрушили. Ливию, Ирак разрушен, Афганистан разрушен, Сирия полностью разрушена. В общем, чему удивляться? И вот мы видим это. И, к сожалению, это, мне кажется, будет обостряться все это. На самом деле есть единственный путь. Это воссоздать государственность. Потому что только государство может контролировать. Государство, сильное государство, оно контролирует в том числе и экстремалов. И на Ближнем Востоке надо воссоздать эти государства. Но воссоздать по-честному. Дать им возможность, так сказать, иметь сильное государство. В той же Ливии, Сирии, Ираке. Вот эти государства смогут контролировать и смогут сами подавить, в том числе, своих экстремистов. Но для этого нужно договориться. А договориться, как видите, мы не можем, так сказать, американцы свое продолжают. Там вот у них асад. И вот, понимаете. Поэтому, если этого не произойдет, вот этого воссоздания государства на Ближнем Востоке, я думаю, только хуже будет. Это все начнет расползаться. Ну, там видно, что люди приезжают. Я понимаю, люди вроде приезжают, бегут, приезжают в ту же Германию, Францию. Но они ненавидят. Они же все равно понимают, кто разрушил их страну. И, конечно, там есть такие, которые готовы уже на все. Хоть ножом резать, хоть как. Понятно, что в такой массе отчаявшихся людей всегда найдутся, так сказать, самые крайние и самые отчаянные, которым ничего не странно. Не смерть, пожалуйста, взрывай их, что хочешь с ними делай. Вот и они мстят. И вот это будет, мне кажется, еще более, так сказать, еще острее все будет.